Здравствуйте, меня зовут Гильчична Регина и я глава крестьянского фермерского хозяйства. Фермерское хозяйство я решила открыть, наверное, после того, когда родители открыли. Они были не против того, чтобы я открыла, так сказать, по стопам родителей пошла. Только родители занимаются у меня крупным рогатым скотом. Я решила пока мелким рогатым скотом. Сегодня у меня в моем хозяйстве это козы и нутрии пока. С козами я занимаюсь лет с 10, наверное. А нутрия-то совсем недавно. Это новенькая у нас. Ну и с нутриями то же самое, что и с кроликами. То есть пришел, покормил, поразговаривал, если надо, с животным. И ушел. Нутрии, потому что нутрии они полезное мясо. То есть это мясо от всех легочных заболеваний. Раньше их кормили нутриями, кормили раньше космонавтов. То есть мясо полезное, диетическое. Ну и также мех. И нутрии это, ну, с виду эта крыса большая. И когда первые нутрии пришли, то мы отпустили их на пол. У меня бежит крыса просто. А потом все ближе, ну, знакомились с животным. И сейчас совсем на крысу не похоже. Просто бобер. Кормлю два раза в день. Пришла, покормила, ушла, пришла, покормила. Раньше было сложно. Сейчас нет, я привыкла и спокойно. Самые маленькие, 4-5 лет, тоже бегают, помогают кормить. Им тоже интересно. Даже вот если я по утрам иду доить коз. Рекина, ты коз я шла доить? И бегут, ведро берут и со мной. Им тоже это интересно. Ну, я с детства очень животных люблю. У нас, допустим, Вика енотов. Сейчас у нас три енота дома сидят. Лисы было общее решение. Ну, страус мы относимся как большая курица. Иногда, когда лес выпускаем, он начинает танцевать, по клетке бегать. Что-то вот в голову ударило, захотели волка. И вот волк. Сэм, он уже большой у нас, черный. Но обычно люди, когда видят, это что волк? Собака же. Потому что люди знают, что есть волк серый, белый. И черного волка мало кто видел, так как он канадский, порода другая. Но сейчас он взрослеет и лицо больше похоже на волчье, более вытянутое. И выть в последнее время стал. Начинает выть. Драссируются, с детьми постоянно играют. Это не зоопарк, ну, скорее животные для дома. Так. Один захотел того. Я до сих пор хочу ленивца. После 11 класса я планирую стать ветеринаром. Это мне в голову пришло много раньше, чем открыть КФХ. Так как у нас животные давно были. И ветеринарией мне было всегда интересно. Поэтому все-таки ветеринар. Я собираюсь работать на себя и также лечить своих животных. То есть ветеринар это для себя так. Ну, естественно, в дальнейшем собираюсь расширяться. Ну, до 100, может быть, до 200 голов. Пока так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова